Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Валдорсгейт мы с вами продолжаем. Мы с вами в лагере и за кадром я пыталась облагородить Хальсина. И Хальсин облагородился. Вот он сидит весь такой одет и сияющий. Кроме всего прочего, Хальсин призвал Дриаду. Вот так вот. Хальсин будет сразу с девочкой бегать. Почему так получилось? Да потому что я Хальсину поменяла класс. По умолчанию он у нас... Не помню, у кого он был. Друид. Я ему взяла класс земли. По-моему, у него был то ли класс... Короче, другой. Не помню, какие у них там класса были у этих друидов. Вот. Ну, я поменяла. И теперь вот, вот, пожалуйста. Вот он такой. Одела я на него, сняла, свыла. Плащик. Посмотрим. Посмотрим, как он себя поведет в бою. Видите, у тебя тут такое булочка? Нет, не булочка. Мне очень интересно, опять же, и Дриада тоже, потому что она сама по себе вроде интересная, неплохая. Умеет кидать шипастую поросль, опутывание, укрепленную шлейлю. И, кроме всего прочего, она может вызывать еще павшую любовь. Призывать, связанную с вашим деревом, байду, чтобы она сражалась за вас. То есть мы получаем, если я правильно понимаю, посмотрим в бою, мы получаем сразу не одного Хальсина, а сразу троих. Ну что ж, посмотрим, как я и говорю, посмотрим, каково оно будет. А мы с вами бежим отдыхать, бежим спать. Можно даже не бежать, но все равно. Завершим день. Э-э, медвесочаонок тут бегает. Долгий привал, да. Так, надеюсь, никто с нами тут не собирается болтать. А если собираются, то нам скажут. Еще раз я хочу подойти к Корабелле, потому что как-то вот мне неспокойно за нее. Не то, чтобы мы ее выгоняли. Что ж, наверное, я могу сама о себе позаботиться. Ну, то есть пока у меня получалось. Ну, ладно. Так, спим. Долгий отдых, долгий отдых, долгий сон. Что мы съедим? Лимончик, не хотите съесть? Хе-хе. Так, сырку. Что еще? Ноги оленя? Давай, ноги оленя. Что-то как-то у нас с продуктами уже... Давай съедим колбасу. Я сильно подозреваю, что это колбаса Уилла. Картофельную кашу. Ну, я почему так выбираю? Ну, потому что так мне удобнее. 36, чем мухомор. Ладно, красношляпник. И яблоко. 41. Окей. Надеюсь, ничего не случится. Итак, наша бригада Хальсин, Уилл, Шэдоу Харт, ну, и моя скромная персона. Интересно, Дриада сохранится? Нет, не сохранится. Хальсин, что ж так-то? Куда вы все пошли? Куда вы все пошли? Лайзель, все в порядке. Она все пытается гитьянские эти расшифровать. Гитьянские шифры. Стоит мне использовать разговор с животными? Может быть, нет? Я, в принципе, теоретически, чтобы не расходовать ячейку заклинания, могу, наверное, просто-напросто выпить зелье. На всякий случай. Вот, и все. И у нас есть разговор с животными. Управляемся. Останавливались мы в таверне «Последний свет», которая сейчас, наверное, прогрузится, как и все остальное. Только что включила игру, поэтому такие у нас прогрузки. Давайте посмотрим, что у Хальсина за умения. У него умения много. Лунный свет, огненный клинок. Это призываемое оружие, если я так правильно понимаю. Пурга. Раскаленный металл. В общем, я не знаю, будет ли у нас там битва или не будет. Ну, в общем-то, лесное существо. Но это заклинание четвертого уровня, в принципе. Тоже расходуется ячейка заклинаний. Поэтому, как бы так, поосторожнее надо, наверное, с этим. Полиморф. Из четвертого. Свобода движений. Цепкая лиана. Ну, и дриада, наверное. Наверное, нам хватит. Так, ну что, пока не зовем дриада. И да, вы мне сказали, что я что-то где-то я не нашла. А что-то где-то я не нашла, когда бегала вот здесь вот. В этих вот синях. Давай туда пойдем. Где-то что-то я там не обнаружила. Давай-ка я еще раз полазим. Смотрю, что мы там не нашли. Понимаю, что сейчас нам надо, наверное, куда-то другое место. А что тут написано? Немедленно назад. Не помню, я читала. Впереди нависает темное проклятие. Сайну своего черные усики. Гася свет и саму жизнь. Даже все, у кого есть мысляные факелы, они в безопасности. Так, ну у нас тут у всех есть защита. И, в принципе, теперь мы можем здесь ходить. Единственное, что у нас с нами нет эстариона. Так, ну что, вот здесь меня будет скручивать? Нет? Раньше скручивала. Нет, теперь не скручивает. Так, вы сказали, что я где-то что-то не нашла. Какой-то сундук с каким-то... По чешуенным доспехам. Можно пособирать серебряные вещички. Мы раньше их не забирали. Странно, мне казалось, что, в принципе, мы все тут нашли. Слушай, а как мы попадали туда, в эту... О, в подземелье-то? Снимай ландшафтик. Я уже не помню как. А вот тут есть где-то какой-то подвал. А, 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 сюда, да? И как мы туда попадали? Здесь дындочку. А, во, по корням. Мне казалось, что мы тут все вообще осмотрели. Этот сундук. Подели сюда, все, открывали. Угреб-таверна. Может, куда-то сюда мы не допрыгали. Так, а где мой туманный шаг? У меня был то ли от кольца, то ли от чего-то, да? Хорошо, был, посмотри, куда ты со своим туманным шагом сможешь ты сюда прыгнуть. Нет, сюда нам не прыгается. Поэтому не знаю. Вот вы сами виноваты, писали мне. Теперь я буду по несколько раз ходить там, где уже ходила. Отдывал. Были мы здесь? Может быть, мы не все просто обобрали, конечно. Это дверь, которая ведет к выходу. Только я своей буду бегать, мне так виднее. Ну, тес. Вот тут вот была дырка. Тут мы все сундуки обобрали. Да и там наверху тоже ходили. Чем у меня деревянная крышка? Не знаю. Так, ну и вот. И где? Здесь мы везде били, были, бились с этими, как они там зовутся, эти мартышки. Мартышки. Как они называются? Мин Локи. Вот. Пителище Силуне укропно спрятанное. Тарам-пам-пам. Да, видышка. Очередная природная метафора. Восхищен твоим постоянством, Хальсин. Если бы бесконечно... Если ты бесконечно предан чему-то, это проникает во все твои мысли. Он будет с кем поболтать теперь. Может где-то здесь что-то еще есть? Значит, я очень сильно сомневаюсь в корне, по которым мы вышли. Ну, друзья мои, я думаю, что плохо смотрите. Ну, вернее, может не все. Попали на одну серию и начинаете мне говорить, что я там не была. Я там не была. А мне так кажется, что мы везде были. Куда мы не прыгнем? Я? Можем сюда забраться, но это тоже никуда нас не приведет. Мы там уже тоже лазили. Вот, как-то так. Так что зря. Зря мы сюда пошли. Зря потратили время. Давай-ка в последний свет. Что-то у нас просвечивается. Что вот это такое? Ну, то, что я так сказал. не знаю ладно посмотрим и так куда мы последний свет так был всех накажем тем что еще будем торговать но недолго недолго какая что бедненькая все бедненькая вся замученная так продать все товары вот так мы это сделаем это было быстро вот это то что мы сейчас набрали забытый храм у нас дома есть картинка мне тоже под этим все а и поскольку мы же спали да у нас очевидно есть тут зелье еще да они есть они есть их все с возьмем из зелья полета она нет но нет деле полета нам не нужны к с припасами 1 его хорошего всего хорошего пошли и так хальсин вперед нам надо каниэлю туда и пойдем они там опять болтают характер последний свет мы собирались там много лет назад перед нападением на лунные башни тогдашний верховный друид говорил с нами распалил нашу смелость он был хорошим лидером кстати подожди кальсин я дико извиняюсь друзья подожди а ты не хочешь джахерой переговорить понятно что он там был но вот как то так получается когда он там бизнес то они типа как бы и не знаю друг друга с жахерой но вы же оба друиды наверняка вы знаете друг друга народ только не бегать из-за вороны и джахера верховный друид хальсин не удивляйся что мне известно твое имя ты подходишь под весьма выразительное описание может все кто пережил темное проклятие всегда узнают друг друга высшая пистка нам так и не довелось встретиться когда мы первый раз сражались с катариком давай так скажем верно в нашем войске была не одна сотня бойцов пока у нас было войско все из нас что видел зарождение темного проклятия похоже обречены возвращаться и вновь созерцать зло но я должна предупредить себя хальсин хоть мне стыдно признаться в этом но я здесь для того чтобы разделаться с культом они с проклятием вот и знаешь мы пока что занимаемся именно проклятием а не культом мы долгу перед этой землей нужно довести начатое до конца вот мы в планы я скажу входит и то и другое я буду молиться отцу деревья чтобы он расчистил себя путь но для меня абсолют важнее таки поговорили вот и поговорили вы идея надо надоедая барку что там по свалке блестящий аргумент меня интересует больше всего его вот это вот они на зелье полета мне не интересует барк меня интересует зелье скорости которого у тебя нет насколько я вижу ну ладно спасибо хотя бы на том все такое продать схему лунных башен я тебя не дам ладно я в принципе все вроде все распределила то что мне надо все теперь точно уходим теперь точно уходим так пожалуйста дети не бегать и за мной ну я надеюсь не побегут вроде нет отчетка что вы а это конечно приколь приколь как они бегут через эти фонтаны альбрук в поход собрался мы так долго вообще собираемся как как идти сюда к этому домику то а вот так вот по-моему да 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 нам же сюда я ничего не путаю дом глубоко в ценях кстати у нас тут есть быстрое перемещение вы могли бы сюда дайте но не дошли надо поосторожнее среди этих кустов ходить где хальсин или подожди или домик был где-то а вот он да 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 и как тебе добираться ой елки с палками мы опять куда-то не туда пошли давай нам сюда как вы это сделаете я не знаю как-нибудь делайте и и с запутанными дорожками. Так, ну что, пришли? Давайте делаем сохраночку. Так, сюда точно можно было переместиться быстро. У кого из нас харизма убеждения? Ну-ка, ребятки, подождите. Давайте сразу признавайтесь. Так, с харизмой у Shadowheart никак. Вот, у Уилла харизма прекрасная. У меня так себе... Вернее, никак. Так что, Уилл, наверное, ты пойдешь. Иди, разговаривай с детьми. Только не поддавайся, если он опять попросит тебя в прятки играть. Ты же не позлорадствовать пришел? Ребенок, как у Тантиня, меня в нум безошибочно узнает Светаниэль. Должно быть, это его темная половина, искаженная проклятием. По-моему, ты меня все-таки обманываешь. Если правда обманываешь, я узнаю. Давай, я знаю, кто ты такой, где на самом деле твое место. Тебе нужно воссоединиться с Таниэлем. Зануда. Никуда я не вернусь. Мне тут хорошо. Тут у меня есть семья, и я могу все время играть. Мне дело все сложнее, чем должно быть, она бросится. Не, ну, броситься мы не будем. Давай так скажем, что... Место, и ты мне не указ. Я больше не хочу с тобой играть. Он сбежал, и мы должны его разыскать. Он отправится туда, где проклятие сильнее всего. Там он решит, что в безопасности. Ну, на это у нас есть видимость невидимого. Поэтому давай его искать, где проклятие. А-а-а. Елка с палками. Портальчик. Портал Тени. Мальчик, я так понимаю, у нас сейчас прямо бой начнется, да? Чем нам сказал мальчик противный? Дух теневых земель. Если надо будет, я сам себе устрою веселье. И друзей сделаю сам. Друзья до самого конца. Дружище, получается состояние слепота. Так, сколько у тебя тут дружище? Ага, ага. Дружище, папа. Плохо, что мы папа не поребили в прошлый раз. Мама. И куча дружище. Ну... Я даже не знаю. Клинок теней. Призовите теневой короткий меч, который наносит... 1,6 психического урона. Еще призовем. Опутываем меня теней Рабелла. А это фокус, или что это у меня такое? Нет, из фокусов у меня. Действие это заклинание, да? Давай попробуем, опутаем. А, так даже несколько он может опутать. Хорошо, тогда подождем. Давай, может, просто стрельнем. Потому что вот эти вот дружище, которых много, мы возьмем сейчас стрелку. Стрелку, стрелку. Альсин, считывайте, тут такой беспорядок. И есть ли она у меня главная? Множество теней. Множество теней. Множество целей. Или она осталась у Астариона, елки с палками. Нет, вот. Дай ее сделаю. Я думаю, что не стоит. А, вот так вот надо этот разбивать. Ночной купол. Как-то это плохо. Мы отойдем. Так, осмотри, я могу призвать скинжальчик все-таки еще. Давай-ка я его сюда призову. Где он? А, его надо было на кого-то направить все-таки. Зовите, теневой короткий меч. Где он? А, он типа у меня? А где он? И он у меня в руке. А, вместо дубины. Самый сильный, папа. Мальчик какой-то вредный. Какой-то противный мальчик. Давай я поставлю вот так вот. На твое облако кинжалов. Оно же будет от этого портиться от кинжалов каждый шаг? Твоя сфера. Я думаю, что да. Так, Бойл, ты достанешь до этого? Чего ты там говоришь? Ночной купол получает. Десять урона. Так, давай. Друид, мне вот интересно посмотреть, да, на твою дриаду. Дриаду. А ты, наверное, немножко отойди. Что ты еще можешь сделать? Клинок. Шилейлу. А это что цепка ли она? А призвать? Подтаскивать, наверное, не надо. Шилейлу. Это кого-то они там в сон закинули? Пыла? Чё, пыл? Просыпайся. Просыпайся, Вил. Ворона получила, бедняга. Ну ничего, сейчас мы полечимся. Ага, как только мы прибиваем дружище, мы и куполу тоже нылось им урон. Ну ладно, Ворона, давай чей-нибудь выпей. У нас этого добра много вроде как. Призрачная стража четвертого уровня. А что у нас еще, Шидохард четвертого уровня такое? Полюпресс. Существо безобидно овцу. Может мы превратим вот этого в овцу? Папу. Эхе-хе-хе-хе. Да. Сколько он будет овцой? Пять ходов. Забавно, ну ладно. Мы там хватанули какой-то отравы. Так, ну что, дриада. Пойдем бить овцу или мы вызовем павшую любовь. Мне просто очень интересно. Вот. Было просто интересно. А-а-а. Ты вот какая Вайда. Вайда деревянная. Вайда, тебе надо, наверное, опутывание и опутывание. Попутай ее. Более того, по-моему, она лечится вот на этом, да? Регенерация. Да, да. Недостаточно действия. Конец года. Поступ природы. Включаемая пассивная способность изменить местность вокруг вас, позволяя ближайшим союзникам беспрепятственно перемещаться. Вас и ваших союзников больше не замедляет сложная местность. Нельзя обезвредить или парализовать. И вы, и союзники, получаете устойчивость к урону ядом. Слушай, а где ж ты была раньше-то? Вон у нас там спит уже один товарищ. Может, он как-то проснется? Ну, стоим тогда здесь? Просто-напросто. Он опять спустил своих друзей, да? Угу, угу. Ну, твои друзья, ладно. Давай, а мы твою мамочку, наверное, все-таки подстрелим. Вот. Э-э-э, поросель сгорела. А что так-то? Ах, так. Престань себе играть, положено, чего? Чего? Чего твои игры, мальчик? Так, я ему слепоту налаживаем всем. Овца, 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 овца! Куда овца делась? Чё с ней? Хе-хе-хе. Что с овцой? Что с овцой? Самый сильный папа. Так, слушай, ее надо прибить просто-напросто. А-а-а-а. Если ее прибиваешь, она становится вот такой вот дрянью, да? Гринный клинок. а так мы просто в руки его получаем опять же ну будем знать будем знать несколько целей повалили в сон мамочка так ворона тебе надо выбивать вот этих вредных мальчиков бомб так а тебе шедухарт наверно надо бить или давай теперь мы сделаем полиморфа мне понравилось что она была овцой ахтану прошло испытание ей ей альсин это посильнее будет так дряда чем мы сделаем павшая любовь у нас уже есть опутывание кстати у него дубинка неплохая да еще и в ловушке на при этом был ты можешь проснешься я покажу тебе свою любимую игрушку и медвесы поганый мальчик мой пушок плохой мальчик выл просыпайся блин так мальчик а раз так сейчас я тебе покажу мою любимую игрушку играть шипов вот тут у нас и медвесы часто и я дотянусь и куда промазал папочка так что будем делать хальсин призовем пургу а она по нам тоже будет шарашить давай мы сделаем вот так там вайда правда спит достаточно действие цепка ли она а кого мы хотим себе притащить никого наверно клинок у тебя уже есть достаточно ну ладно пусть пока тут братья не упадут так ворона как-то у меня перестала крутиться рума надо добивать с мамочку так что духа рта нам надо что-нибудь такое изгнание нечисти получится на вас вы нечисть а изгнание нежити они не нежить вроде или нежить давай лучше вызовем это самое верное средство и там еще были детки не пройти ну ладно так дряда надо что-нибудь выпить не хотелось бы чтоб ты откисла слушай а где там медведь сыч это долго будет спать и что же еще один ход ладно сможешь треснуть нет не сможет ладно нам хана пушок пришел гадкий мальчик бьет ворону она он еще кого-то прислал так вайда зато проснулся кого он еще выслал нам вот еще выслал так ну что пушок а так пушок уже еле дышит пушок уже не жилец пушок и жилец честно говоря даже не хочется тратиться на пушка давай мы лучше постреляем вот этих мелких или эту мамочку мамочку мы прострелили ночной купол твой уже мальчик на ладан дышит давай эту треснем латандером или уже пушка тресни зачем ты это делаешь я просто хотел поиграть и плохой мальчик ну как вам детки от латандера тут все растаял уже ладно так был ты встал наконец-то молодец так давай у тебя опаляющий луч вот давай всех этих деток до кого достанешь и вот сюда парочку да что тебе стоит просто ставить меня в покое тебя что завидно что я тут играю у меня было все чего я хотела ты все испортил я никуда не пойду и ты мне не указ что это не